Ежегодный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Рассвет» собирает как новичков, так и опытных спортсменов. В этом году в Уссуриск приехали почти 250 человек. При этом самым маленьким участникам схваток нет еще и четырех лет. Мальцы пока не владеют полным арсеналом технических приемов. Для них главное занять доминирующую позицию и удержать ее, чтобы судьи смогли зафиксировать действие. Во-первых, они должны не сбежать с ковра, добороться в свои положенные две минуты. Второе, он должен проверить характер, стойкость, то есть никаких технических элементов от них в принципе не требуется. Они должны уметь определенные вещи, но не более того. Юные борцы не первый раз соревнуются. Уссуриские воспитанники детской группы уже пробовали свои силы на домашних турнирах. Я хожу на тренировке полгода, это моя вторая медаль. Всего в турнире соперничали представители 11 команд, среди которых были объединения джиу-джитсу, а также рукопашного боя, дзюдо и смешанных единоборств. Среди опытных борцов уссурийская спортсменка Яна Елисеева. Девушка в своей категории остается лучшей в крае и на Дальнем Востоке. К каждой сопернице Яна подходит основательно и разрабатывает стратегию ведения поединка. Среди ветеранов выступил дзюдоист Василий Вишняк. Мужчина в сознательном возрасте пришел в борьбу. Мотивация – дети, которые занимаются единоборствами. Глава семьи решил, что должен шагать в ногу со своими чадами. На этом турнире по джиу-джитсу Василий стал бронзовым призером. Как ты будешь требовать что-то от детей, подсказывать, если ты в этом ничего не понимаешь. Здесь они тренируются параллельно, параллельно тренируются яд. И мы в дальнейшем можем друг другу составлять помощь. Следующие соревнования для приморских борцов пройдут в Благовещенске. Турнир городов Дальнего Востока по джиу-джитсу стартует 15 апреля.